Казанский федеральный университет Под его руководством было построено несколько зданий в едином стиле, а именно это анатомический театр, библиотека, химическая лаборатория и обсерватория. Позже были построены различные хозяйственные постройки и университетская клиника. Весь университетский комплекс был объединен площадью перед главным зданием, все это образовывало единый ансамбль, который возвышался над всем городом. Университетский городок стал шедевром позднего классицизма. Если взглянуть на Казань 1838 года, то можно заметить разноэтажную постройку жилой части города. На фоне таких домов университетский городок, выстроенный из белого камня, несомненно приковывал взгляды. В 1837 году Михаил Каринский стал профессором Казанского университета и преподавал теорию гражданской архитектуры. Подробнее о музее Николая Лобачевского и истории Казанского федерального университета мы расскажем в следующих выпусках. Олег Кашин, Ленар Довлетьяров, Универньюс.